а я чувствую себя безумно стыдно чуваки я не могу ответить на такие банальные вопросы привет меня зовут пози сегодня мы вместе с вами будем решать тесты по эмонг нет нет не с предатель среди нас сегодня мы с вами узнаем насколько хорошо я знаю эмонг ас но перед началом этого ролика поставь лайк подпишись на канал ну а также не забывай про самый крутой мерч на планете промерчик . com 5 цветов худи футболки рюкзаки и кружки попсокеты все это ты найдешь по ссылке в описании теста знания игры эмонгас ты нупа или про х ты нупа или про лично я стопроцентный про план план я шучу вы видели вообще как я играю какой я про блин они меньше вдвоем заколят и все я так и знал я так и знал чуваки серьезно просто дженниус да я супер да ладно 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 я знаю у тебя уже бомбанула пройти тест кто разработал игру эмонгас медиатоник вов и на слов проблокс тоби фокс это пожалуй самый сложный вопрос моей жизни но сто процентов не роблокс сто процентов не волкс вероятнее всего это компания медиатоник либо inner слов почему я не знаю таких банальных вопросов столько играл в эту игру ладно окей пускай будет медиатоник я не угадал это inner слов блин ну вот все кажется я провалил тест ладно давай решим следующий вопрос надо ли использовать саботаж что за вопрос ты задаешь вопрос надо ли использовать саботаж когда ты играешь за предателя и серьезно я даже не знаю как ответить на этот вопрос нет 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 конечно же нет кто использует саботаж смотрите какие здесь варианты ответа нет это бесполезно да как только появится возможность да но лучше это делать когда большинство игроков в другой части корабля он в чем-то прав я ответил правильно как зовут обычного человека предатель член экипажа член экипажа хотя было бы забавно если бы все были предателями вам газ на все предатели и я такой играл где находится тренировочная игра правила приват выход онлайн свободный забег тренировочная игра в эмангасе есть тренировочная игра Так, ладно, окей Вразилии правила Нет, свободный забег Я никогда не играл в тренировочную игру в амангасе Вот хоть кто-то из вас знал, что там есть тренировочная игра Я лично этого не знал Какие самые лучшие места для скрытого убийства? Ого, ну это понятие растяжимое Электричество и камера Реакторы мед Кафе и реактор Админ и электричество Так, ну давайте мы с вами подумаем В электричестве легко кого-то свалить и свалить в люк. А затем идти под камеры, и вероятнее всего тебя там кто-то обнаружит. Потому что 100% всегда находится какой-нибудь тип, который стоит на камерах. То есть я. Реактор и медотсек. Ну, реактор и медотсек, ну, такое себе, как бы. В медотсеке ты можешь смотаться, уйдёшь под камеры. В реакторе слишком опасно, там тоже есть камера. Кафе и реактор. Прям в центре кого-то убивать. Оу. Ладно, электричество и камера. Да, я угадал, я угадал. Я смог ответить на этот сложный вопрос. Я как будто бомбу обезвредил. Как зовут члена экипажа, который может резать людей? Сумасшедший член экипажа, я угадал. Ладно, это предатель. Конечно, красиво, красиво они это всё дело описали. Карта, где мы в космосе. Полус, Зашкелт, Мирашкью. Либо Шкелт, либо Мирашкью. Ааа, я чувствую себя безумно стыдно, чуваки. Я не могу ответить на такие банальные вопросы. Аааа. Кто-нибудь подскажите мне? Ты мне должен подсказывать. Давай, говори, куда кликать? Зашкелт или Мирашкью? Что ты выберешь? Окей, ладно. Я нажимаю на Шкелт. Да! Ты был прав, чувак! Аааа! Мы это сделали! Это мой кореш, чуваки. Он помог мне. Красава. Так, окей, на один вопрос ты мне помог ответить. Давай следующий. Нужно ли использовать двери за предателя? Какие варианты ответа? Тебе прочитать? Нет, это не принесёт никакой выгоды. Да, но только во время саботажа. Да, для того, чтобы замести улики. Да тут два варианта подходят. Что ты выберешь? Вариант 2 или вариант 3? Давай, вся надежда на тебя. На, братишка, возьми мышку в руки. Ты опять угадал! Это самый гениальный человек на планете. Ой, ну, в смысле человек-статуэтка? Это самая гениальная статуя, которую я когда-либо встречал. Спасибо за подсказки. Я дальше сам справлюсь как-нибудь. Карта, где мы на самолёте. Ааа, полюс, Зашкелт. Нет, ещё не вышло. Эта карта ещё не вышла. Но я безумно её жду, потому что она выглядит достаточно прикольно. Где мы на зимней планете? Эээ, полюс. О, осталось ещё 6 вопросов. Вы почти всё правильно с вами ответили. О май гад. Нужно ли репортить за предателя? Ну, в принципе, когда ты сделал убийство прям в очень видном месте, где тебя рано или поздно обнаружат, то лучше сделать, конечно же, селф-репорт. И сделать вид, что ты такой, вау, а кто его убил? Да, ну, когда вы сможете доказать свою невиновность. Сказать, что это сделал жёлтый, и все тебе поверят. О, смотрите, кстати, убийца-то зелёный. Такой же, как и я. Наверняка он в моём мерче. А, лайки. А, вау. Что? Что? Вы тоже это слышите? Эй, а ты не забыл про внезапный лайк? Вау. Ребята, вам нужно прямо сейчас поставить лайк под этим видео. Это внезапный лайк. Сто тысяч лайков, ты серьёзно? Оу, ну да, им будет сложно наверняка. Окей, ребят, сто тысяч лайков. А, а кто это вообще говорит? Ну, я как бы, это пришелец невидимый. А, пришелец. Ладно, ладно, окей, ребят, это говорит пришелец. Умеет ли предатель выполнять задание? А, нет, предатель может делать вид, что выполняет задание, когда он подходит к стене и, типа, такой стоит и... А, обожаю свою жизнь. Я просто пялю в стену. Умеет ли сам член экипажа резать людей? О-хо-хоу. Зачем вы так жестко пишете? Написали бы просто кельнуть, стрельнуть, убить языком. Не знаю, как угодно. Нет, он, конечно же, не умеет. Где лучше всего находиться за предателя? Да в вентиляции, конечно. Ну, этот вопрос достаточно риторический. Я не знаю, как на него ответить. Везде хорошо находиться за предателя, пока ты еще кого-то не убил. В толпе игроков, чтобы при убийстве никто не понял, кто это сделал. Интересная тактика, но достаточно сложно реализуемая. Нужно находить одиночные цели и стараться всегда быть на виду, чтобы не вызывать подозрений. Что тоже логично. В толпе игроков, чтобы не было подозрений. А, тут все варианты хороши. Ладно, вариант 2, окей. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Слушайте, мне кажется, что если бы я ответил другой вариант, я бы все равно ответил правильно. Потому что все варианты хороши. Умеет ли член экипажа выполнять задание? Конечно же нет, а! Где вы видели, чтобы кто-то выполнял задание? Все бегают друг за другом. Конечно же умеет. Просто всем лень. Умеет ли призрак члена экипажа вызывать саботажа? Члена экипажа, это вопрос подковыркой. Призрак предателя может вызывать саботажа. А вот член экипажа вряд ли. Я думаю, что нет. Фух, ответил правильно. Вы убили игрока, но как раз ты все увидел и вызвал репорт. Что делать? Молчать, может все подумают на него. Сказать, что это был красный. Все отрицать. Сказать, что это был красный, конечно же. Если тебя кто-то спалил, просто берешь и переваливаешь всю вину на него. Вы правильно ответили на 15 и 17 вопросов. Отлично! Ты про в игре? Хоть где-то я про. Где я ответил неправильно? Кто заработал игру Among Us? Где находится тренировочная игра? Свободный забег. Ну все, у меня было всего лишь 2 неправильных ответа на самом старте. Я считаю, что я просто идеально справился со всем этим тестом. Так, ребят, давайте мы с вами быстро пройдем еще один тест. Тест, кто ты из Among Us? 100% красный игрок. Что я сделаю в первую очередь на корабле? Наверное, последую за кем-то. Это как бы логично. Я же не буду убивать кого-то сразу в толпе. Хотя... Доверься интуиции, кому стоит доверять? Наверняка розуму. Он выглядит максимально дружелюбно. А вот белый, белый это призрак, который убивает всех на этом корабле. Ты хороший лжец? Ну, 50 на 50. Как бы, бывает получается, бывает не получается. Выбери способность. Все из этих. Проверка датчиков. Убийство. Саботаж. Проходить сквозь объекты и стены. Экстренное собрание. Я выберу способность... Наверное, проверка датчиков. Чтобы я мог все время чекать, кто куда ходит. Чтобы я был всегда на шаг впереди убийцы. Выбери цвет. Я выберу фиолетовый. Пользуешься читами в Among Us? Фу! Фу! Нет, 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 нет. Нет! Читер, это отстой. А если бы ты был предателем, как бы ты устроил саботаж? Очень символичная картиночка. Вот так бы я устроил саботаж. Запер бы комнату, запустил бы обратный отсчет до взрыва, отключил свет, нарушил бы систему связи. Я бы отключил свет. Это классика. Кто, по твоему мнению, самозванец? Труп показывает на красного. Но здесь нет варианта красного. Что? Кто самозванец? Здесь нет варианта красного. На красного показывают пальцем. Как? Ладно, проголосуй за розового. Окей. Какая карта твоя любимая? Конечно, The Shkel. Старый добрый космический корабль. О, смотри, как он танцует под гибочку. Так, и последний вопрос. Тебе можно доверять? Люди всегда думают, что я ненадежный. Иногда мне доверяют, иногда нет. Ну тоже, 50 на 50. То же самое, как с... Лгать. Ваш результат. Ты бот. Что? Я бот в эмунгасе? Меня назвали ботом. На правду не обижаются. Ну что ж, ребят, на этом мой ролик подходит к концу. Ставьте свои лайки. 100 тысяч лайков. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И увидимся с вами в следующих видео. Адьос.